Всем привет! Сегодня по просьбе подписчицы готовлю ребрышки. Они у меня будут в томатно-яблочном соусе. Это очень вкусно и этот рецепт их подходит как для мангала, так и для духовки. Пользуйтесь, надеюсь вам этот рецепт понравится. Давайте готовим! У меня есть 1 килограмм свиных ребрышек. Я их уже помыла, обсушила бумажными полотенцами и теперь нарезаю порционными кусочками. Перекладываем ребра в мисочку, в которой будем их мариновать. Теперь ребрышки нужно посолить. Ребрышки пока что отставляем в сторону и готовим маринад. В чашу блендера я выливаю одну баночку консервированных помидоров в собственном соку. Добавляю одну баночку пюре детского, пюре из яблок. Это пюре без сахара, просто покупайте в отделе, где продается детское питание. Наливаю 2 столовые ложки соевого соуса, 2 чайные ложечки меда. Мед можно не растапливать, потому что все равно мы все будем взбивать блендером. Всю эту смесь взбиваем блендером до однородного состояния. Добавляем все приправы по рецепту. Чайную ложку красного сладкого перца, чайную ложечку гранулированного чеснока и черный молотый перец. У меня здесь смесь перцев, вообще-то тоже где-то чайную ложку насыпаем. И все хорошо перемешиваем. Можно прокрутить блендером еще разочек, можно просто лопаткой размешать. Небольшую часть соуса выливаем в маленький сотейник или кастрюльку. Здесь у меня получилось всего 600 миллилитров, ну вот где-то 250-300 я отдельно выливаю. Отставляем пока что в сторону. А весь остальной соус выливаем к ребрам. Все хорошо перемешиваем, чтобы соус хорошо распределился по ребрышкам. Миску накрываем пленкой и отправляем в холодильник часов на 6-8, ну а лучше конечно же на ночь. Соус тоже накрываем крышечкой и ставим в холодильник, а завтра будем его варить. Ребрышки хорошо промариновались, я выкладываю их на застеленный фольгой противень. Сверху накрываем еще одним листом фольги и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку где-то на 40-50 минут. Пока запекаются ребрышки, я приготовлю соус. Я поставила на небольшой огонь вот эту кастрюльку, куда мы вчера его перелили. И при постоянном помешивании, вот он уже закипел, буду помешивать и минут 5-7 буду его варить. Чуть-чуть приварим. Прошло 40 минут, я достала ребрышки из духовки, сняла фольгу. Соус переливаем в мисочку и отставляем в сторону, потом будем туда смакать готовые ребрышки. И немножко я оставляю здесь в сотейнике, беру кисточку и смазываю ребрышки. А теперь ставлю в духовку еще минут на 20, при этом можно включить режим гриль. Ну вот, ребрышки готовы, посмотрите, как красиво запеклись. Они получаются сочные, мягкие, сладковатые на вкус. В общем, готовьте по такому рецепту, посмотрите, даже в духовке можно сделать такие ребра, как будто бы мы их жарили на гриле. Просто красота! Пользуйтесь этим рецептом, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока!